25 апреля мы собрались ехать в городок Энис, куда мы по традиции ездим каждый год смотреть цветы блубонеты. Но в 2020 году из-за коронавируса, который сорвал все наши планы по путешествиям, мы никуда не поехали. А сейчас, получив по две противовирусных вакцины, мы хотим восстановить традицию. День сегодня солнечный и теплый, а мне нужна погода с присутствием на небе некоторого количества облаков для большей живописности, фото и видео, без которых не обходится ни одна поездка. В хорошем расположении духа мы едем по улице своей деревни мимо озер с фонтанами, которые всегда попадают на видео, независимо от того, куда мы едем. Редактор субтитров А.Семкин Город Энис находится в 75 милях южнее Далласа, поэтому мы сначала выезжаем на хайвей номер 30. Вот в этом месте, где мы сейчас находимся, в недалеком будущем, будет построена лагуна с отелями и аттракционами, яхт-клубом и всяческими красотами, приятными глазам живущих здесь людей. Хочется дожить до того светлого дня, когда это можно было бы увидеть своими глазами. Только бы не получилось так же, как со строительством коммунизма в Советском Союзе. Сегодня воскресенье и машин на дороге совсем мало. А вообще, ввиду того, что этот хайвей проходит через даунтаун, то в рабочие дни он всегда сильно загружен. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Долго ли коротко мы ехали, но мы уже в Эниси. Мы едем в туристический центр, чтобы поговорить с гидами и взять карты расположения цветочных полей в этом году. Дело в том, что в разные годы интенсивность цветения булбанетов и места их расположения могут меняться. Поэтому, чтобы не терять времени на поиски цветов, лучше спросить об этом знающих людей. А знающие люди сообщили, что цветов в этом году не очень много. Возможно, на это повлияли небывало сильные холода, которые обрушились на Техас в феврале этого года и привели к гибели огромного количества теплолюбивых растений. Замерзли даже большие пальмы, не говоря уже о кустах и других мелких многолетних растениях. Мы получили карты с обозначениями наиболее богатых цветами мест и поехали дальше. Первая точка, куда мы направились, находилась около озера Кларк. И хотя, по словам турагента, цветов там было немного, мы все-таки решили посетить это место, так как в самый первый раз, посетив Энис, мы приехали именно сюда и увидели большие поля булбанетов. Но пока мы видим только таблички с надписью «Блубанеты», а самих цветов практически нет. Только кое-где из земли торчат небольшие кустики с синими верхушками, останавливаться из-за которых просто не имеет смысла. Ну что ж, проедем дальше, остановимся у озера и посмотрим там. Не уезжать же сразу, не убедившись в том, что приехали зря. На берегу озера расположилось несколько траков, на которых привезли лодки. Не знаю, какая здесь рыбалка, но рыбаков на берегу мы уже видели. Ну а те, у кого есть лодки, могут порыбачить в самых недоступных для сухопутных рыбаков местах. Мы подошли поближе к воде, чтобы получше рассмотреть озеро. На другой стороне озера расположен аэродром, с которого время от времени взлетают небольшие самолеты. И удалось даже увидеть одного парашютиста, который приземлился на тот же аэродром. А вот и блубанеты. И вся прочая растительность, которая произрастает на берегу озера. Не зря нас предупреждали о том, что цветов здесь нет. Нельзя сказать, что мы были убиты тем, что увидели. Остается надежда на несколько других трейлов, которые находятся на восточной стороне 45-го хайвея. Там, куда мы при посещении Эниса ездим в обязательном порядке. Ну уж, если такой казус все-таки случился, то мы хотя бы пообедаем здесь на берегу озера теми припасами, которые привезли из дома. Тем более, что здесь для таких пилигримов, как мы, установлен стол и скамейки. Аппетит на свежем воздухе хороший. А за обедом можно обсудить наши дальнейшие планы поездки по трейлам. Пообедав и восстановив потерянные в поездке силы, мы возвращаемся к машине. Едем к следующему озеру. Неподалеку от этого большого озера есть еще и маленькое, которое находится в небольшом благоустроенном парке. Это озеро тоже входит в западный трейл, где могут быть цветы. Вот туда мы сейчас и направляемся. Через несколько минут мы подъехали к озеру Олд Лейк. На берегу озеро с трех сторон окружено двумя парками. Джейси парк и Кайвайнис парк. Цветов, как мы и ожидали, мы не увидели. Поэтому пришлось ограничиться съемкой только фотоаппаратом. После второй неудачи мы едем на северный трейл, где цветы хоть в каком-то количестве должны быть. Для этого надо доехать до 45-го хайвея и проехать по его восточной стороне. Субтитры создавал DimaTorzok Видеокамера GoPro, установленная на ветровом стекле, временами показывает свой дурной нрав и отказывается работать от пульта дистанционного управления. По этой причине приходится съезжать с дороги, останавливаться где-нибудь в безопасном месте и восстанавливать работоспособность непокорного устройства, после чего продолжать движение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы проехали по северному трейлу уже достаточно большое расстояние, но так и не увидели сколько-нибудь значительного количества цветов. И когда уже начала нарастать досада из-за неудачного путешествия, мы были вознаграждены. Неожиданно на бугорке мы увидели густое поле Будубанетов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Вдохновленные первой удачей, мы едем дальше по сельской местности в надежде увидеть что-нибудь подобное в других местах. Вокруг нас поля и редкие домики фермеров. Время от времени на дороге появляются встречные машины. Не то местных фермеров, не то таких же любителей Будубанетов, как и мы. У нас нет конкретного маршрута, поэтому мы поворачиваем наугад, не зная, что нас ждет впереди. По старой памяти мы помним, что в фермерских хозяйствах можно увидеть коров, лошадей, коз и даже оленей и лам. Они часто подходят к ограде, и тогда есть возможность покормить этих животных из рук. Вот и сейчас мы подъезжаем к такому ранчо с лошадками. Но, к сожалению, лошади, увидев своего хозяина, отошли от ограды, где уже была одна семья туристов, и ушли к хозяину. Пришлось нам продолжить свой путь без остановки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Искать следующее ранчо долго не пришлось. Еще издалека мы увидели стоящие у дороги машины. Значит, здесь должно быть что-то интересное. Во всяком случае для нас, городских жителей. Подъехав поближе, мы увидели несколько лошадей слева от дороги и одного ослика справа. Здесь же копошилось несколько человек, которые только что подъехали к этому ранчо. Сильно уж это, не ровно здесь. С этой стороны поставлю. Здесь же сильно большой уклон. Лошадки радуются, когда кто-нибудь подъезжает к их месту заточения. Потому что все приезжающие кормят их чем-нибудь вкусненьким. Или даже травой, сорванной с другой стороны ограды. Ну и понятное дело, все стремятся запечатлеть себя в компании этих дружелюбных животных. Сделать это самостоятельно весьма затруднительно. Поэтому на помощь приходят другие существа в человеческом обличии. Субтитры создавал DimaTorzok Для тех людей, которые не догадались принести лошадкам и осликам что-нибудь вкусное, хозяева поставили у ограды металлическую бочку с овсом. Каждый может взять из бочки пригоршню овса и покормить из рук любое животное. Лошадок кормят все. А вот ослика на другой стороне дороги вниманием обходят. Мы с Репкой устранили эту несправедливость и показали всем пример гуманности в области равноправия. Чтобы среди жителей этого скотного двора не было мнения, что все животные равны, но некоторые ровнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот здесь любой зритель не сможет отличить меня от Буденного из 1-й конной армии. Так уж умело обращаюсь я со скакунами. Жаль, что нет тачанки. Я бы проехал вдоль Допопитерской. Выполнив с почетом гуманитарную миссию, мы собираемся ехать дальше. А сюда продолжают и продолжают подъезжать машины с любителями лошадей. Субтитры создавал DimaTorzok На этом трейле мы знаем еще одно место, где блубанеты есть всегда. Бывает много, бывает мало, но чтобы не было совсем, это исключено. Это будет последняя запланированная на сегодня точка на карте, которую мы намерены посетить. Это недалеко. Всего минут 10 езды на машине. Субтитры создал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 и считаем количество машин, собравшихся на это цветочное место. Их оказалось ни много ни мало – 12 штук. Наше путешествие по цветочным полям подошло к концу. Следующая поездка в Энис теперь будет через год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok По 45-му хайвэю мы доезжаем до выхода номер 276, поворачиваем на хайвэй номер 20 и уже по нему едем домой. Время уже 3 часа. Вот так прошел день 25 апреля. День первого, хотя и короткого, в этом году путешествия.